Всем привет! Очередной выпуск PNH Show. Сегодня мы находимся в импровизированной студии, где у нас куча зрителей, где у нас новые гости, где у нас новые истории, где мы сегодня постараемся расслабиться и все получить удовольствие, так как мы находимся в Меге. Доброго дня! Тимыч, подожди, тебе быстрее бы залить, да? Ну, сушит. Мы на сухую будем сидеть, давай, у тебя по-любому есть заготовочка. Есть, есть, конечно. Это что за банка? Грушевый. Бабушкин. Ну, бабушкин, наверное. Короче, компот. Грушевый. Качественный. Коротко, компот. Сегодня здесь с нами сидит легенда КХЛ. Я не побоюсь этого слова. Евгений Бирюков – это единственный человек в КХЛ, который сыграл тысячу и один матч. Это как в сказке «Тысяча одна ночь», только это не сказка, это реально человек. Евгений Бирюков, давайте приветствуем. Второй человек, не менее легендарная личность Николай Кулемин, который большую часть своей карьеры провел за океаном. И этот человек до сих пор продолжает свою карьеру в КХЛ. Это профессионал с большой буквы. Николай Кулемин. Чего ты молчишь? Давай, погнали. Григорий Пайн. Ну и уже резидент нашего шоу. Тоже... Ой, извините, пожалуйста. Легендарный человек Евгений Тимкин. История про Зайца. В прошлом шоу мы как раз... Тимыч рассказывал историю про то, как он ехал на автомобиле с Магнитогорского фута ехал. В Челябинск. В Челябинск, да. Его обогнал Зайц на скорости 110 км в час. Все, наверное, подумали, что Тимыч обманывает. Но на самом деле вот у нас здесь есть подтверждение, что Тимыч не обманщик. Комментирую. Зайц был больше раза в два. И он меня еще подрезал. А этот, видите, культурный по обочине лежит. Но он тоже с нарушением по обочине, Тимыч. Я говорю правду. Это важно. А насколько большой он? Как сучок, наверное, такой же, да? Мы встречали с Антоном Кудобиным. Я, Коля, Евгений. Вот. Это тоже повспоминали маленечко. И как-то раз мы поехали в Турцию. Первый раз без родителей. Без родителей. Еще жен, никого, ни детей, ни жен, никого не было. 19 лет, что ли. Первые заработанные деньги. Вот. Хорошо погуляли. Мы сняли машину. Кабриолет, как сейчас помню. Встаем утром. Всем не так хорошо. Кто поедет? Посмотрели друг на друга. Поедет Коля. Да. И что-то там Колян самый такой, наверное, живой был. Колян самый лучший. Метаболизм был, да? Он быстрее всех восстановился. Вот. Но решили, что Колян там отстегнули вверх. Все как положено. Красиво. Сели, да. Выезжаем. А выезд на дорогу, там этот... Красные ленты, скотчем заклеены. Выезд. Да, знаешь, оцепляет что-то. Красное, белое, красное, белое. Вот. И это... Коля говорит, куда ехать-то там, эта... Лента. Он говорит, да ладно, едь, что ты... А там дорога. На дороге еще никого не... Ни машин, ничего нет. Ну, едем, едем. Подняли эту ленту. Выезжаем. Что-то странно. Смотрим налево. Там, короче, едут мотоциклисты с мигалками. И велопробег что ли какой-то. То ли турки-браз, то ли что. Все на нас. А, там фак, фак, фак. Эти мотоциклисты у нас чуть не сбили. Коля сидит, ничего не поедет. Вот. Там, я не знаю, как нам ласты там не завернули. Не, была пустая дорога вообще. Пустая дорога и скотчем заклеена. Специально для нас это делали. Мы думаем, вообще классно сейчас, свободно. Поедем, покатаемся. На кабриолете. Солнышко светит. Только выезжаем. Там, крики, оры, там какие-то зрители и болельщики. Там просто велосипедисты там вдалеке. Быстрее заднее, назад, машину припарковали все. В этот день не покатались. Был, был капец, конечно. Ну, смешно и страшно в этом. Тимыч, вот эту вот фотографию, которая у нас присутствует, можем мы показать здесь, в студии? Вообще нет. Короче, ехали по полю. Вот, вот у меня шлем, очки и вот все, что вокруг здесь вот у меня, это не борода. Это пыль. Мы все так сделали. Тимыч, ну у меня вот есть моя версия произошедшего. Вы где-то застряли на квадриках. Да. Я не знаю, чем у тебя руки были заняты. Может, и вот так? И ты просто ртом откапывал этот квадрик. Руки чистые. Руки-то чистые у тебя. Ну да, да. Там шашлыки-то прям по полю пролетели. И уха была. Самое главное в уху утопить дровишку. Горящую. Да ладно. Полежку. Полежку. Да. Которая уже тлеет, да? Да, да, да. А для чего? Для запаха. Для запаха, да, конечно. Перегар... Ой, перегар... Затушить перегар? Затушить перегар. В какие места вы заезжаете? Что есть? В основном, если едем одним днем, то по банам, по хребту пробираемся. За горнолыжку туда? За горнолыжку туда. Там красиво? Там есть какие-то? Вообще супер просто. Мне кажется, вся красота Башкирии там. Виды такие обалденные просто вообще. Так может быть, вам какие-то туры свои уже делать? Так мы тоже думали уже. Нажимаешь, сколько стоит. Мы можем делать, но они очень дорогие. Там еще, мне кажется, здоровья много надо, да, чтобы... Ну, не каждый выдержит. Надо тесты сдать, прежде чем поехать с нами. Слушай, ну а что, Бурдас ездил к нам. Ну, у него много здоровья. Ну, он выдержал, все в порядке. Ну, там сноуборд один на всех был. Начнем с... Вместе с того, что я вообще не собирался на сноуборде кататься. Подожди, ты вообще на сноуборде умеешь кататься? Нет, это вот первый и последний раз был. Причем непонятно, чей это сноуборд был. Что-то произошло со сноубордом, на котором ты пытался покататься. Да. Давай, Колян, с чего все началось? История началась, что мы собрались с ребятами в Новый год. Тоже нам по 20 лет. Поехать за город, отметить Новый год. И там все там... Женька был, Ренат Ибрагимов, Масалев, там все наши пацаны. Причем был очень холодный Новый год, был просто, минус 30 градусов. Начнем с того, что мы туда... У нас машины еще ни у кого не было. Но парня была шестерка голубая. И мы на этой шестерке туда приехали, в Абзаково. Все, с утра встали, она не заводится. Мы ее сначала начали толкать вдоль домов всех этих там, по Абзаково. Завели эту шестерку. Зимой, представляешь, толкать. Доехали до горнолыжки. Я хотел просто погулять. Я в кроссовках, в обычных, в брюках, не в сноуборном вообще костюме. Я говорю, да ладно, попробуй первый раз на сноуборде, сможешь кататься. Я говорю, а как я поеду, у меня даже ботинок нет для сноуборда. Да ладно, в кроссовки затянем тебя сейчас. Все, начинаем. Там подъемник только бугельный. Сначала я туда поднимался, наверное, час. Это тот, который ты берешь ног застал. Да, ты берешь на сноуборде, надо боком там равновесие держать. Ты упал, и тут у тебя бугель уехал. Коля, да ты вот так, что ли, уехал? Вот так, зацепился за него. Вот типа такого. Ноги волоклись. И вот раз упал, раз спустился вниз, опять прочередь. Опять этот взял бугель, на нем опять едешь, опять упал. И в конце концов, я доехал до верха. И все, ребята покатались. Я сижу в кафешке, у меня вот этот весь снег, который в кроссовки попал, все растаяло. Все штаны по колено мокрые. Все, мы согрелись, сели. Нам все, машины нет. Сверху я никак ехать не могу, у меня там ни кресла. Только единственный выход поехать, это на кресленном канатной дороге на этой. Все, сажусь и в эту канатную дорогу, полчаса еду с мокрыми ногами. Приезжаю, у меня просто ноги. Я еле встал, спустился, я ног не чувствую по колено. И все, опять пришли, машина опять не заводится. Толкнули, приехали домой. Потом просто я полвечера отогревался так, чтобы согреться всеми способами, какие возможно. Короче, чуть не ампутировали ноги. Последний мой опыт катания на сноборде был. В Сибай ездил играл. Да ладно? За Сибайскую команду, когда по школе еще последний год. А, у тебя же была, да, история, точно. В состав не всегда попадал по году. Мне отправили, говорит, здесь с мужиками поиграй в Сибай. То есть не подающий надежды был, да, Коля? Не всегда попадал в состав, проходил. И вот так же приезжали там те же самые мужики. Хозяева команды возили нам карьеры, показывали на восьмерках двух. Братва, да, приезжала? Достояние Сибая нам показывали, экскурсии возили. Кидались также снежками всем на свете. Так запомнилось. Зато приезжаешь потом с пацанами, играешь просто вообще. Страха никакого. Да ты что, конечно, закаляет так. Зато потом Колян после лета, да, пришел, он уже в институт поступил. Как бы, ну, все, заканчивать с хоккеем собирался. Да ладно. Ну, да, по-моему, я последний год даже на финал не взяли в эту команду. Лето. Там такая машина просто. Ну, был как бы... Сколько лет тебе было? Ну, весь тут после школы, шестнадцать, семнадцать. Там ноги вот такие, в рост вот, ну, то есть вот как сейчас, только, не знаю, мне кажется, ты еще больше был, да? Нет, ну, все... Коляр тебя на карьер возили, ты что-то обработал, копал, что-то нет? Либо играй, либо будешь копать. И тренер фарклуба посмотрел на него, такой, нет, Коля, давай-ка это. Поехали на сборы, и все, и с тех пор. Поехали в Энхэлл. Поехали в Энхэлл. Коля, это страшный сон защитников. Так, мы вот сейчас, где мы хоккей смотрели, ваш, вы в Магнитке, ты молодой играл, Колян там молодой играл, просто вот этих вот... Шпенглера, наверное? Нет, там просто игры какие-то. Просто игры какие-то мы смотрели, Колян там. Вот такая вот тоже рама всех защитников объезжает, я много говорю этих слов-паразитов. Это было бы... Ты там помнишь, ты кого-то расколол? Я, кстати, с Харитона, по-моему. Кого-то расколол, и тебе кто-то хотел... Да, 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 да. Тебя присунули, кто-то Платон, что ли, кто-то вступил? Там, 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 эти, Жека Варламов, кстати, тогда. Да, 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 да. Защищали Влад Булин, там, команда такая была, что ли? А у вас еще Влад Булин точно была. У нас команда капец была. Дмитрий Ившкевич. Представляешь, какие дядьки? Там были кто-то защищал нас из молодых. Кстати, а вот прикинь, вот завершение карьеры, и так получится, что ты начнешь производить там компоты, кисельчики. А Тим еще, да? Подвяжешься с нашей столовой, перекупишь оттуда повара, и... Как этот, компотный король будет у нас? Да, как что, все хотят попробовать такой компотный. Ну реально, вот... Единственное, осталось логотип и этикетку придумать. Сейчас что-нибудь... Ну, можешь вот эту фотографию, которая была... ПНХ. Компот от Тимащи! Короче, хочу рассказать историю, как я съездил в Америку. Мне 20 лет было. Вот, и... Что-то... Так получилось, что мне надо было ехать в Америку играть. Как так получилось? Решил попробовать, решил в Америку. Знаешь, сидел, как-то так получилось. А почему я в Америке не понимаю? Пойдем-ка я в Америку поиграю. Все, значит, нашли там клуб, они мне покупают билет до Америки. Билет, значит, такой. Я из Омска вылетал, Омск-Москва, Москва-Франкфурт, Франкфурт-Нью-Йорк. Нью-Йорк какой-то город и этот какой-то город Форт-Майерс. Там еще добегаешь, да, там еще добегаешь, ну, значит, родители меня загрузили, там, баул вещей, баул с формой, клюшки не стал брать, да. И отец мне дал, говорит, вот компьютер тебе, ноутбук, вот в нем сумка. В смысле? Вон в сумке. Вон в сумке. Вон в сумке. Сумка для ноутбука, знаешь? Для ноутбука, короче, да. Я в нее положил там телефон, переводчик, документы, билеты, паспорта, ну, короче, все, прикинь, до Нью-Йорка долетаю, мне в Нью-Йорке надо получить мои вещи и переехать в терминал, там аэропорт Кеннеди, значит, там в нем метро, аэропорт большой, метро такое кольцевое, вот, и мне надо там, допустим, из терминала Ф переехать в терминал Е. Вот, я все, сажусь в метро, смотрю, там свободное местечко, я так, ух, и что-то расслабился, так, знаешь, потом так, 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 и мой терминал, я так раз встал и пошел, все, иду, 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 думаю, дай посмотрю, там билеты, такое, сумки нету, вот, и я вот так вот, как это почувствовал, с меня вот так под граном, я просто офигел. А там все, все документы. А у меня вся жизнь там, у меня паспорт, телефон, деньги, переводчик. Такой маленький мужичок сидит, который переводит тебя, да? Я ни слова по-английски вообще, вот, все, и я, короче, с этими баулами бегу обратно, смотрю, там какой-то этот полицейский, и я вот такой, сэр, help me, please. Мой паспорт, мой ноутбук, гоу, короче, ладно, он как с горем пополам меня там понял, говорит, вот ты садись сюда, теперь в другую сторону едь, вот там выйдешь. Все, еду, с меня все течет, я там молюсь всем вагам, думаю, как же это. Выхожу, короче, на терминале, а там, короче, вообще-то тоже паника. Человек стоит, двери держит, всех из вагона выкинули, стоит моя сумка. Да ладно. Они думали то, что это бомба. А ты такой, как-то в чем не бывал, весь мокрый, с такими глазами. Через него там лезут, это боец. Вот, ну, короче, там все, но я эту историю Худоби рассказал, и он говорит, ты так отскочил, что просто, и вот если бы ты потерял это все, ну, как бы, я не знаю, называется, съездил поиграть в хоккей. Не, у меня была коротенькая история, но я ничего не терял. Помните, мы раньше в Финляндию ездили на сборы? Потом расскажем. Прежде чем начнется сезон, трое сборов, да, 25 игр, там уже такой подходишь к сезону. В Финляндию это прямо место выживания было. Получилось так, что, чтобы пройти границу, нужно было выйти из автобуса, все проходят границу, вот, автобус сам проезжает. Вот, получилось, вся команда выходит, заходит вот в этот вот кастом, где таможня, там с паспортами, и, соответственно, там ставят те штамп печати, и ты проходишь, здесь садишься в автобус. Получилось, мы вышли, автобус проехал, я выхожу, ну, довольный, молодой, на сборы еду, в команду взяли, и такой, паспорта нету. Оказалось, что мой паспорт в автобусе уехал в этот, уже через границу, уже в Финляндии мой паспорт, а я без паспорта еще в России. Ну, у меня, соответственно, паника же, жопа вообще сейчас меня тут поставит. Ты даже никому не можешь признаться об этом. Тренер, тренер скажет, ты че, молодой, охренел, вот, помните, вот это вот? Тут, останься. Да, да. Я че делаю, я бегом через эту границу, причем это таможенники, они вот здесь вот не стоят, как бы, ну, не перекрывая, там, Финляндия, они вот где-то там стоят, через окно смотрят на меня, какой-то чувак так, дрэньк. Такие, че за херка происходит? Я в автобус забегаю, паспорт беру и такая же картина обратно. Вот так я попал на сборы Финляндию. Ну, а мы тогда, помнишь, ты на турнире ездили тоже? Ты на Финляндию и должны были обратно на поезде ехать. А мы молодые пацаны, считай, все взрослые там взяли себе билеты и улетели, и выходные, там, пару выходных. Все в Москву улетели. Раньше же возили там станки, клюшки, там, шайбы, все возили. Всю жизнь возили. Вот у нас вот у тебя там два баула клюшек, свой баул, еще старички нам каждые по два баула дали еще. Точно. И вот с этими по перрону идешь, и поезд пять минут стоит. Да, это как ты ехал в Америку, только у нас баулы вот здесь висели. Да, и просто вот он останавливается, и мы закидывали, не знаю, уже там перрон закачивался, уже поезд отъезжал, мы их туда заталкивали, в этот поезд. Молодой раньше, это грузчик второй уделал. Даже не вторая профессия, это первая профессия, это первая профессия, это основная. Да, а потом уже в хоккей играть. Что, должен там мячики возить, все с собой. Мячик забыл, на самом части пошел за мячиком, купил новый мячик, чтобы команда футбол играла. Или музыку забыл. Музыку тоже, да. Да, да даже никто не знал, что мы забывали. Да, вообще все перед игрой спят, мы, пошел в магазин. Магазинчик, музычку купил, все, пацаны слушали. Я, кстати, один раз вот так вот в Череповце самолет разгружал командный. Прилетели в Череповец, а там не было грузчиков в аэропорту. Ну и все, и что, молодой остался. И с физуряжем. Баулчики всей команды выкинул, загрузил, поехал в эту раздевалку, разобрал все. Мне знаешь, раньше, как говорили, когда молодой, мне не говорили, что надо разобрать баул. Какой-нибудь Саня Бойков стоял, он тогда капитаном Лады был. Он такой стоял, Гриш, и вот просто вот так. Глазами мне. Гриш, надо. Ты думаешь, что делать, да? Нет, нет, я уже понимал, что я этот, по-любому, его нужную форму там красиво разложить на месте, чтобы она там что-то в сушку убрать. Школа какая, да, была? Вообще. Мы тоже поехали на сборы, первый, второй год тоже. С Ренатом Ибрагимом в номере жили, там баня была, в гостинице. Ходили в баню, приходишь, там полотенце мокрое, что-нибудь раз, и ну куда-нибудь закинешь. Это финки было? В Германии. А, в Германии. Закидываешь там, пустушицы его куда-нибудь там, закинул, повесил, все, и ну и все. Сидим в столовой, ужин, тренера залетают с такими глазами. Кулемин, у вас там номер горит. Мы такие, ха-ха-ха-ха, там разводят нас молодых там. Думаю, что ты врешь там, идите быстрее, бегите там. А мы просто полотенце закинули на лампочку, и свет включили, ушли. Я забегаю, у нас вот такая дыра в полотенце, просто все в дыму воняет. И ладно, мы на первом этаже жили, и тренера шли просто в столовую, смотрят, дым идет. Сухов Саныч зашел в номер, увидел, это полотенце скинул, там, я не знаю, там бы спалили бы всю гостиницу. А, он скинул. А там гостиница еще деревянная, ты смотришь. А мы сидим ха-ха. Сейчас мы в сводках новостей, да, русские спалили, в Германии там отель диверсии от российских хоккеистов. Нам давали велики на тренировки ездить. Постоянно кто-нибудь на выходном где-нибудь, там, на горе достанется. И вот такой серпантин, чтобы съехать. И после выходного постоянно все ободранные. И после выходного все ехали напрямик, да, не по серпантину, а так же короче. Кто-нибудь постоянно падал там. Да не кто-нибудь, а есть один человек, да, который здесь это все рассказывает. Не, ну я упал даже не на дороге, да, мы поехали кататься, и там город для этих, для скейтбордистов. А, вы решили? И там на великах маленькие рампы, там, и мы решили велики эти проверить. Ну, Колян решил взлететь, насколько высоко он проверит, взлетит. Просто я упал, еще в тапках катались. Когда тапки, а вот тут у тебя пальцы, да, торчат, а тут тапки. Да, и у меня вот эти все пальцы вот так просто, я стер об асфальт, к доктору прихожу. Ну там не только тапки, там, короче, пол улица нет. Утром построение, ну классика раньше. Да, да, да. Просто там идут, там Коля весь, Коля, ты где был, на войне что ли? Все лодки содранные. У него щеки нет, пальцы перемотаны. У меня ужас. А все в баню за границей ходили? Я Финляндию не беру, там Германия, Швейцария. Ходили. Понял? Где были? Зачем я это вспомнил? Кто расскажет эту историю? У меня не было таких историй. Ну для России же это не норм. Не, ну шок, да? Шок был. Для России это же не норм. Понятное дело. Так скажем, в Германии и Швейцарии есть общие бани. Общие бани, это не разделяется на мужские и женские. В общем, ты молодой пацан. Заходишь в баню. Заходишь в баню. А рядом сидит женщина. А рядом сидит женщина. Вот так. Причем женщина не вот так как-то сидит, а вот так вот. Я пришла отдыхать. Пацаны, что у вас проблемы какие-то? Ты стоишь вот и ты не знаешь, а я точно туда попал? Вроде тут и мужчины, тут и женщины. Поэтому первое, конечно, впечатление при попадании в такую санну. Так они еще причем злятся, что ты в шортах заходишь. Да, да, да. Там типа, если ты в шортах зашел, типа, что за херня, покажи, хоть ты же человек. Чего у себя там вообще? Покажи, на что ты спаснули. Всем огромное спасибо. Пятый выпуск ПНХ-шоу закончился. Расшифровывайте, как хотите и ждите следующий выпуск. АПЛОДИСМЕНТЫ Расшифровывайте, как дети, но... Расшифровывайте, как дети, в принципе. Продолжение следует...